Вы знаете, здесь прозвучали масса предложений и различных теорий, и я согласен со всеми с военной точки зрения, особенно по безопасности. Здесь вот вы отвечаете общественной палаты, пользуясь случаем. Значит, ну, два слова сказать, что откуда я генерал появился, я не шпион, а генерал-лейтенант вооруженных сил, который, имея все военные академии, закончил и служил от солдата в Риге, три года солдатом служили, и прошел взвод, рот, батальон, дивизия, армия и воевал с китайцами, имея органы красной звезды, в Сащанге, в Монголии. Афганистане, три года, я возглавляю... Я здесь начну по безопасности. Вообще-то, говорят, история не учит, история наказана. Правильно, да, вы здесь историки всегда? Особенно не любили. Значит, вы знаете, здесь прозвучали масса предложений и различных теорий, и я согласен со всеми, но я с военной точки зрения, особенно по безопасности. Здесь вот вы отвечаете, я в шестополадке, пользуюсь случаем. Значит, ну, два слова сказать, что откуда я генерал появился, я не шпион, а генерал-лейтенант вооруженных сил, который, имея все военные академии, закончил и служил от солдата в Риге, три года солдатом служили, и прошел взвод, рот, батальон, дивизия, армия и воевал с китайцами, имея органы красной звезды, в Сащанге, в Монголии. В Афганистане три года, я называю Монголии, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, только мои боевые операции изучают в военных академиях наших вооруженных сил, приказы министра обороны. Третье. Это я спалю, что я и борьбу. А поэтому-то и меня, я вот сегодня больше всех болею. Больше всех. Почему? Вот сегодня происходит такое историческое явление здесь, товарищи, которое я создавал, я внутри этой системы, и создавал дружбу и братство Армении и России в новом году. В чем дело? Докладываю вам. Меня в 92-м году я после службы в Афганистане, меня перевели в Москву, я вот оказался в Москве, замначальника главного штаба сухопутных поездов с вооруженных сил СССР. И я отвечал за полтора миллиона сухопутных главных вооруженных сил и 216 дивизий. Я отвечал за мобилиционное развертывание всей страны и вооруженных сил. Меня приглашают в Армению, мне надо еще в 5 лет служить, создавать вооруженные силы Армении, потому что пошли данные, что Азербайджан при поддержке Турции и других стран старается развернуть боевые действия, чтобы вернуть Карабах в свое полностью подчинение. А Карабах наивно считал, что законы мировые действуют по-честному. Ничего подобного. Все это знаете как. И есть статья 51 Организации Объединенных Наций о праве нацина самоопределения. Ну, Карабах и пошел, наверное, по этому пути. Значит, Азербайджан идет против права нацина, против закона ООН. Значит, трибунал мировой должен судить вот этого вот агрессора, который пошел против мирового закона. Никто его не трогает. А план Азербайджана какой был? Сейчас я подойду к чему? Захват Карабаха, захват Зангизура, в соединение с Нахчеваном и наступать на Ереван. Ну, а когда турки работают против христиан-армян, они всегда геноцидят. Я потомок, бывший краден Османской Турции. Мои родители, муж Карс Эртрун, бежали вот в Северную Осенью. Я там родился, Владимир Капсадзе. Я знаю, что такое геноцид. И я участвовал в войне в Афганистане три года. И я знаю, что такое война. Все мы знаем. Теперь что? Надо создавать армию. Ну, армия-то создавать для чего? Армении не нужна армия вообще-то. Армения никогда ни на кого не нападала, кроме как у армян отнимали, отнимали, отнимали. И еле-еле Армения оказалась 29 тысяч квадратных километров. Но вот когда пошли вот этот замысел, этого противника, он начал. Я приехал в Армению. И вот послушайте меня сейчас. Приехал в Армению. И приступил, попросили, чтобы я стал министром обороны. Я отказался. Зачем я не приехал, должен занимать. Я стал командующим вооруженными силами. И приступил к развертку него. Или созданию концепции средства вооруженных сил. Армения находится в горле вот этого мира. Браво. Значит, нельзя армению выпустить из рук. Вы понимаете, что я говорю? Это плачевно. Нельзя выпустить. А у нас, когда что-нибудь начинается, недоразумения произошли. Поэтому сегодня вот так. Я недавно был в Совете Федерации. Провели, помощник Валентина Матвиенко, люди провели очень крупное мероприятие. Вот я чуть-чуть похвалю. Товарищи, так как обстановка с Арменией ухудшается, нам надо поднимать эту систему, вот как сейчас общественные организации, да? Нам надо поднимать это дело, чтобы показать, что Армения там, что-то такое для нас начали. Иначе думаю, о чем он говорит? Я, говорит, сейчас вас доведу. Крестный отец атомного оружия. Был армянином. Думаю, я всю академию закончил, бронетанковая, академия генштаба, общевойсковое и танковая. Я первый раз слышу, вообще, крестный отец, это как бы из тюремных таких категорий. Оказалось, оказалось, что генерал-полковник, лауреат Сталинской премии, дважды лауреат Ленинской премии, трижды герой там и так далее, значит, Шелкин, по-армянски метоксян, а метокс по-армянски, по-русски это Шелк. Шелкин, он похоронен этого обдельщика. И он, оказывается, является крестным отцом. А когда все это дело шло дальше, я выступил и говорю, извините, а кто придумал, кто придумал в атомном оружии в бомбе взрывчатку? Ведь это же не так просто, чтобы ядерный взрыв произошел. Опять армянин, кучарян придумал. А кто придумал луноход армянин с моего города? Камбурджан придумал. Слушайте, а во время Великой Отечественной войны, что такое Армения? Пшивка маленькая, да? 600 тысяч армян участвовало в войне, 310 тысяч погибло. Единственная республика, преклоняясь перед славянским и русским народом, имеет пять маршалов Советского Союза. Маршал Советского Союза Баграмян, главный маршал Бронитанковой Бабаджанян, маршал инженер войск Аганов, маршал войновоздушный сделал огонять, он же Хочверян, то есть Худяков. И двух адмиралов Советского Союза во время войны был Кузнецов и армянин Исаков. По-честному армяне судили? По-честному. А теперь вопрос стоит, армяне уходят из ОТКБ, из этого. Вы знаете что? Вот такое разбухание, недопонимание, изменение различных конструкций, когда по телевидению начинают выступать, коротенько там и все, и начали поддерживать Турцию и так далее. И Турция начала нападать. И что они сделали? Они напали на Карабах, вооруженные силы Турции, вооруженные силы Азербайджана, вооруженные силы Израиля, Израиля, пакистанская армия, и до трех тысяч исламистов, переброшенные Турцией и Сирией. Слушайте, совесть надо иметь. Я давал интервью. Я говорю, разве можно совесть иметь? Я говорю, и 44 дня, та структура, которую мы создали, в Карабахе было всего, из всей армии всего 20 тысяч. Там оперативная емкость не позволяла иметь почи. Вот если здесь посадить сейчас, как вы, штук 10, 15, 20, так здесь не поместится. Там и тоже не поместится. И вот это 44 дня, вот эти 20 тысяч отражали вот этих радикальных исламистов. И я вот интервью давал одно, я говорю, если глава Организации Объединенных Наций внимательно следил бы со своими, значит, вот подчиненными, что 44 дня против радикальных исламистов воевали карабахский народ, армяне Карабаха, то надо дать огромный мировой орден этому Карабаху. Нет, они ничего не дали, наоборот, создали условия, чтобы карабахный народ ушел от них. Тарат Григорьевич, вы понимаете? Тарат Григорьевич, я запрошу меня извинить, мы сейчас двигаемся к следующему разговору. Поэтому там Россия, Россия на Западе имеет, остается буферной страной, это Белоруссия, а на юге только Армения. Не надо терять Армению. Браво! Я бы, например, со стороны России, я бы, российский человек, вооружил бы, оснастил бы Армению на высшем уровне, как кулак держаться, потому что верить Турции нельзя. Больше всех воевала против русского народа, и Россия, это Турция 12 раз. Во время Второй мировой войны Турция стояла в Третьей полевой армии, чтобы напасть, когда Сталинград пойдет. Сталинград не пал, Турция стояла. И когда мы пошли на Курская дуга, уже Прохоровка, Турция видит, что Гитлер уже капут, и начинает против Гитлера. Создает условия, чтобы я игнорирую, и это, значит, признал себя другом. И стал в антигитлеровской коалиции. Я прошу вас, не распространяйте недружественные страны. Самый преданный народ, Россия, русский народ, Аргений!